Книжки с крестами, и он всех называет овцами. Были вещи, за которые мне было стыдно. Все ушли замуж. Я одна осталась незамужняя в классе, а что это мой дар. Если разумно, это не получается. Пока Бог дает детей, есть надежда. Добрый день, меня зовут Вика. Семья у меня никогда не посещала церковь, о Христе я не слышала. Но в том месте, где я жила, в нашем доме, жила семья баптистов. Это была многодетная семья. Также у нас в поселке была другая семья многодетная. И все всегда сравнивали, как воспитывается в этой семье, и как воспитывается в другой семье. Всегда семья баптистов выигрывала. Потом я узнала, что мой двоюродный брат стал верующим. И когда я к нему приехала, мне было 19 лет, меня предупреждали, что у него дома книжки с крестами, и он всех называет овцами. Ну вот я приехала настроена на то, что сейчас будет что-то необычное, и они меня позвали в церковь. И я впервые попала в церковь. И для меня это было очень необычное такое богослужение, которое вместо двух часов почему-то задержалось на три часа. Но я не знала, сколько оно должно было быть. Я, наверное, была одна из тех, кто сидел там спокойно. И я увидела интересных людей. Конечно, там было много детей, было много многодетных семей. Когда я поехала домой, они сказали, что у нас в Омске тоже есть такое же место, где собираются верующие. И я пошла в гости к тем самым баптистам, которые жили в нашем доме. Я знала, где они живут, и узнала адрес дома молитвы. И я пришла в августе 93-го в Центральную церковь на Звездово и осталась здесь. Неосознанная нехватка чего-то фундаментального, настоящего. Тех вещей, которые жизнь твою делают уверенной. Уверенной в завтрашнем дне. Я понимала, что есть семья, но ты остаешься один на один, и тебе не хватает понимания смысла жизни, понимания, а что будет потом. И, наверное, вот та фраза о том, что у каждого внутри есть дырка размером с Бога. Наверное, это про меня. То есть что-то неосознанного не хватало в жизни чего-то, наверное, истинного, правильного, настоящего. И я это нашла именно, когда стала верующей. Нашла во Христе, нашла в Его Церкви, в Его Слове. То есть были вещи, за которые мне было стыдно. Я понимала, что я ничего не могу сделать, эти грехи, они всегда будут со мной. И когда я пришла к Богу, спустя время, не сразу, у меня было понимание того, что Бог прощает. Конечно, это было еще время, когда ты думаешь, а правда ли, а все ли простил грехи, а на самом деле, не нужно ли мне платить за это, делать что-то. И спустя время я утвердилась в том, что грехи прощены, и это была свобода. Я пришла в церковь в августе, и в сентябре я пошла на сессию. Я училась в институте заочно. У нас было очень много таких, вернее, в церкви было очень много проповедей, и были призывы к покаянию. И у меня в октябре ожидались экзамены. Я понимала, что Бог может помочь в любых обстоятельствах, в любой ситуации. У меня было желание примириться с Ним, но вот здесь сыграла роль, что Бог помогает своим. И ближайшие экзамены дали мне такой смелость, наверное, решать быстрее проблему взаимоотношений с Богом. Это было воскресенье, было утреннее богослужение. Я была на балконе сидела, и проповедь была, призыв к покаянию. И я через весь зал спустилась и пришла. Насколько я помню, со мной человек, наверное, пять в этот день примирились с Богом. Это было такое годы пробуждения. И тогда ко мне пришли, подошли верующие. Помню, была молодежь, которая позвала меня на молодежное общение. Мне было 19 лет. И позвали меня на беседы по подготовке к крещению. То есть каким-то таким образом я стала вливаться в церковь. Но перемены сразу возникли, когда ты по-другому относишься уже и к своей жизни, и к людям, и к Библии, и к церкви. Мне сразу подарили песенник. Хотя песни мне подарили раньше, еще в августе. А тут мне подарили Новый Завет. Я начала его читать. Я стала ходить на богослужение. Мама разрешила мне ходить на воскресное. Я очень хотела ходить еще так же в четверг, в субботу, в среду на подготовку к крещениям. Но мама разрешила ходить только в воскресенье и в среду. И я помню, что я молилась о том, чтобы была возможность больше быть в церкви. Мы жили за городом. Автобусы ходили редко. И потихоньку мама стала больше отпускать. Она разговаривала со мной, что тебе нужно замуж, тебе нужно ходить на дискотеки, тебе нужно общаться больше с мальчиками. Но у меня уже были другие интересы. Потом мама спустя время отступилась, поняла, что это серьезно. Я сразу пришла в детское служение. Там тоже была своя команда, люди, с которыми я общалась. То есть я обросла знакомствами в церкви. И мама пришла впервые на богослужение лет через 15, наверное. То есть очень много времени. Я молилась о них. Они меня слушали. Они не противились словам, но и не приходили. Но по поводу замужества, я еще, когда была неверующая, я всех своих одноклассниц, помню, нам было 18-19 лет, все ушли замуж. Я одна осталась незамужняя в классе. Они все смеялись, что я была их свидетельницей. Я сама замуж не пошла. И потом, когда я пришла в церковь, тут тоже было много свадеб. И я помню, первый раз я была свидетельницей на большой-большую свадьбе в 300 человек. И я представляла, как это круто, когда большая, христианская, безалкогольная, радостная свадьба. И я думала, что когда-то у меня будет так. Но не случилось. Я не была в каком-то, наверное, глобальном отчаянии, депрессии. Этого не было. Были какие-то вопросы, переживания. Подходили ко мне бабушки, говорили, Вика, мы молимся за тебя, чтобы ты вышла замуж. И говорила, спасибо. Подходили братья, говорили, Вика, не переживай, есть тот человек. Я говорю, да я-то и не переживаю. Наверное, мне некогда было переживать. У меня было очень много служений, занятости. Я с 17 лет работаю, и в свободное от работы время я служила. У меня были дети, подростки. Наверное, просто не было времени на то, чтобы остаться, погрустить и впасть в какое-то отчаяние. Ну, просто временами я думала об этом, но я понимала, что, ну, что Бог даст, то и будет. Можно сказать так, я договорилась с Богом, что Он мне дает, за то я Его благодарю. Я благодарила за ту жизнь, которая у меня есть. Сначала без мужа, потом с мужем. Ну, конечно, 40 лет – это такой период, когда уже все твои подруги и все друзья замужем. Но, наверное, когда подошел вот мой будущий муж Денис, это было тоже такой, опять же, неожиданностью. Когда он стал строить со мной отношения, я сначала не понимала, что это такое, или, может быть, делала вид, что не понимаю. А потом, когда были какие-то серьезные разговоры, то, наверное, это было понимание того, что вот это подарок от Бога. И я вошла в покой, что да, вот будет мой будущий муж таким. И, наверное, это было вот этим подарком, который я дождалась. Я понимаю, что многие девчонки из моих друзей, не многие, а некоторые, они вышли замуж за неверующих, потому что и время подошло, и уже года, как многие говорят, часики тикают. И они решили искать свой путь. Я решила дождаться того, что Бог мне приготовит. Или замужество, или без замужества. Но мы договорились, я буду счастлива в любом случае. То есть я хочу, чтобы люди видели счастливых людей в Боге. Это дает мне семья, не муж, это дает Бог. Наверное, Бог готовил мужа для меня, потому что он пришел позже в церковь. Ну вот, такая интересная судьба. Она не у каждого. Кому-то и в 19-18 надо будет выйти замуж. Все, что в жизни есть верующего человека, это то, что Бог делает с тобой для того, чтобы ты изменился и прославил его. Когда я пришла в церковь, меня позвали в детское служение. И я сначала была в воскресной школе. Я говорю, давайте я сначала посижу и посмотрю, что происходит вообще. Я никогда не была ни в церкви, ни в воскресной школе. Я сидела и смотрела, что делают учителя. Через несколько месяцев я начала помогать преподавателям. Делала кроссворды, какие-то стихи, заготовки для поделок. И спустя время я начала преподавать. Когда я преподавала, я поняла, что это мой дар. Мне это очень понравилось, и дети меня слушали. Позже у нас началось подростковое служение. Я была и там, и занималась с подростками. Я поняла, что очень люблю детей лет, наверное, от 10, когда разговариваешь с ними на их языке. И это было очень здорово. Недавно ко мне подошел на улицу парень и говорит, Вика, привет! Я оборачиваюсь и узнаю вот этого пацана из первой самой класса воскресной школы, где я была. Это, получается, 30 лет назад он был, и я была помощником преподавателя. Бога я очень много вижу через детей, которых он мне посылает. Я вижу их изменения, я вижу их сердца, когда они слышат о Боге, и они говорят, правда, давайте помолимся. Дети меня учат молиться о всем, что не есть. Но очень много было ситуаций, когда пытаешься сделать что-то, но не помолишься. И вот часто дети говорят, давайте об этом помолимся. Дети, как молиться, если разумно это не получается? Но помолишься, и Бог дает какие-то удивительные ответы. Я помню, однажды в лагере у нас, в христианском лагере я не была в обыкновенном ни разу, у нас была ситуация, когда вокруг были тучи. А лагерь проходил очень много на природе, на улице. И тучи, конечно, они мешали нам собрать всех наших 200 детей. И я помню, сказала, дети, давайте помолимся о том, чтобы тучи ушли. И, ну, я молюсь в основном с закрытыми глазами, особенно раньше, и мне рассказывали ситуацию, что ты молишься о том, чтобы Бог разогнал тучи, а все, говорит, 200 детей смотрят на небо. И во время молитвы тучи расходятся, и Бог дает солнце. И когда приехали к нам в тот вечер братья, они сказали, что вокруг везде льет не просто дождь, а ливень. И только, говорит, на вашей территории лагеря светит солнце, и вокруг деревни. То есть это показать Бога величие Его и ответ на молитвы через такие даже, может быть, дела, когда ты просишь, и Бог отвечает. И, наверное, самое драгоценное для меня, когда даже если не сразу дети приходят в церковь, приводят своих детей и говорят, мы вновь пришли сюда, потому что мы помним те слова, которые вы нам говорили. Те слова, которые мы сеяли в их сердца, мы точно знаем, что ничто не бывает напрасно. Что слово возвращается, оно дает плоды, может быть, не сразу, может быть, через несколько лет. На самом деле это очень важное служение. И особенно, когда ты видишь выросших детей, когда вот сейчас у нас в служении дети, которых мы вкладывали, а теперь они уже служат. То есть есть такая сменяемость. Ну и на самом деле, наверное, для меня, пока Бог дает детей, есть надежда. Это милость Его, что вновь рождаются люди, которые познают Его, которые принимают Его, служат Ему и вновь продолжается вера на земле. Это очень классное служение, я очень люблю. И когда я вижу детей, я не могу остаться равнодушным. Какие бы они ни были, где бы они ни были, не только в церкви, но и везде. Наверное, вот эта вот любовь, которую дал мне Бог, она навсегда. Но я точно знаю, что Бог мне подарил счастье, подарил мне семью, подарил мне сына, служение. То есть все у меня есть. Я не знаю, что было бы у меня без Бога, но я знаю, что мое счастье в Боге. И этот путь, который я выбрала в юном возрасте, он привел меня к тому, что сейчас я иду по жизни уверенно, меня окружают замечательные люди, я реализую свои таланты. И я знаю, что, что бы ни произошло, это все по Божьей воле и милости. Вечность – это мой подарок. Я помню, однажды подошла ко мне жена пастора и сказала, «Вика, что бы ни происходило в твоей жизни, всегда верь. И помни, настоящее – это с Богом и в церкви». Продолжение следует...